У него была своя история, во время первой мировой войны, он сражался на стороне Франции Летчиком. Когда он увидел, что его самолет упадет на стороне немцев, он встречался со мной здесь, он рассказал, он свалился, он сказал, если есть Бог, пусть Он спасет меня. И затем самолет упал. Когда он начнулся, то обнаружил, что он находится во французском госпитале. Они не могли ничего сказать, но сказали единственным, что самолет, так или иначе, каким-то образом, упал на стороне французов. И тогда он вспомнил свою последнюю молитву. И когда он вышел из госпиталя, то направился к англиканским священникам и сказал, я хочу видеть Бога, если это возможно, пожалуйста, помогите мне. Но, как он рассказывал впоследствии, они сказали, ты хочешь видеть Бога непосредственно, это невозможно здесь. В нашей Библии не говорится о такой возможности. Отправляйся в Индию. Там, может быть, какой-то йоги способен помочь тебе в установлении прямого контакта с Богом. Он приехал в Индию. Он принял посвящение от женщины-преданной, которая была женой вице-принципала Лахнау. И в красных одеждах путешествовал по Индию. Он посещал Набадвиб. Он установил ашрам, учредил ашрам в Алморе. Начал проповедовать также. Возможно, вы, люди молодые, не слышали его имя. Мадан Гопал Сардана. Он был моим духовным братом. Он был главным инженером. Мы говорили, что у вас есть вопросы. Шидар Махараш, в западном мире мы видим, что 6 из 10 браков заканчиваются разводом по прошествии нескольких лет. И остаются дети. Количество таких брошенных детей увеличивается на Западе. Брак более не имеет такой ценности в отчестве, как прежде. Если у вас какое-то послание, которое могло бы быть опубликовано на Западе в этой среде, как людей можно уберечь от разводов? Мы чувствуем, что они находятся на материальной платформе, чувственного наслаждения. Они устают от партнеров и хотят обрести нового партнера, поскольку у них нет сознания Бога и понимания многих вещей. В Бхагаватам упоминается, как общество должно жить, как оно живет и как оно должно жить. Общество, социальное устройство, каким оно должно быть. И как общество живет в настоящее время. Дхарма артха кам. Три. Дхарма артха кам мокша. Четыре. Четвертая цель также. Четыре цели жизни. Кам означает чувственное наслаждение. Артха накопление энергии. Энергия, которую можно превратить в чувственное наслаждение. Дхарма подразумевает долг, а мокти подразумевает свободу от нынешней нежелательной жизни. Четыре цели жизни. И любой должен следовать, стремиться к этим целям. Низший класс, категория людей занята чувственными наслаждениями. Поглащены ими. Стримат Бхагаватам говорит, что дхарма, долг, должен осуществляться таким образом, выполняться, чтобы он приводил к освобождению. Но в настоящее время долг выполняется таким образом, чтобы заработать как можно больше денег. Деньги не есть цель выполнения нами нашего долга. Деньги должны использоваться таким образом, чтобы помочь осуществлению нашего долга, а не для достижения чувственного наслаждения. А чувственное наслаждение, связь с чувствами, с материальным миром, это не чувственное наслаждение как таковое. Оно не для себя, но оно должно направляться таким образом, чтобы мы могли поддерживать хорошее состояние здоровья. Мы должны иметь связь с материальными реалиями настолько, чтобы у нас было хорошее здоровое тело и ясный ум. Бхагаватам говорит, что в настоящее время мы выполняем долг, чтобы заработать максимум денег, и с помощью этих денег мы наслаждаемся, наслаждаем себя и раздаем от других. И думаем, что это лучший долг. Но так не должно быть. Мы должны принимать помощь материального мира настолько, насколько это необходимо для поддержания тела. И в этом здоровом теле мы зарабатываем деньги. А деньги должны быть использованы для того, чтобы помочь выполнению нашего долга. А долг должен быть наполняться таким образом, чтобы он привел меня к освобождению. Варна-шрама предназначена для этого. Другие долга в рамках Варна-шрама — это брахмана кшатрия Бхаша-шутра и брахмачарь грехасха ванапрасна саньясь. Если эта система помогает нам достичь Кришна-бхакти, тогда она приемлема. Но если она не способна привести нас к этой цели, тогда это асура варна-шрама, ложная варна-шрама. Я совершенным образом выполнял свой долг, но если он не проделал привязанности к преданности, тогда все это оказалось тщетным. В Бхагавад-гите мы также видим, где бы мы ни находились, в силу нашей прошлой кармы, сила, все пронизывающая сила, которая привела меня в мое нынешнее положение. Если в этом положении мы используем энергию, совершаем карму, пытаясь удовлетворять его, тогда мы возвышаемся. Энергия, сила, которая дала мне эту позицию, которая вокруг меня всегда, я должен выполнять долг, заниматься какой-то деятельностью таким образом, чтобы выражать почтение этой силе, которая вокруг меня окружает меня. тогда, если я начинаю жить таким образом, выражая благодарность, силе, которая дала мне подобное положение, если я использую эту силу для его удовлетворения, я продвигаюсь. Силья означает, что я приближаюсь к цели, так сказано, в одной детьми. Где бы ты ни был, пытаюсь посвятить все моему удовлетворению, и ты будешь совершать прогресс таким образом. Это возможно только, когда мы способны найти тонкую цель, в нашей жизни. Возвышенную цель, идеал в нашей жизни. Наша надежда, наша перспектива, связанная с высшим миром, если мы сумеем стремиться к этому только тогда, возможно, уберечься от чувственного наслаждения, от подобной стадии жизни. Чистота необходима с нашей стороны, будь то христианство, ислам, индуизм, буддизм, погрязать в чувственных наслаждениях, это никогда не может быть высшим стандартом жизни. Самоконтроль необходим. Но для чего? Самоконтроль для чего? Для того, чтобы искать спасение от ущербной области, в которой мы находимся в настоящее время, Бхагалдита говорит, Жанну Метты Ярад Бярдхи Дукху Ду Швам Дарсану. Существует разум трех видов, так он классифицируется, сатвик, раджасик, тамасик. Сатвик — разум такого типа, высшего типа, будет читать, интерпретировать окружение определенным образом. Он будет видеть, здесь присутствует рождение, болезнь, старость, невозможность счастья. Если он внимательно рассматривает природу окружающего мира, а это возможно только в том случае, если есть разум высшего порядка, то человек, наделенный таким разумом, поймет, что этот мир не есть идеальное место для жизни. Существует более высокая сфера бытия, сатвик. Разум может помочь нам. Основание вишнализма — бхагаватадхарма. Но, я сказал, это варна ашрама. Варна ашрама — хорошая карма, благодаря хорошей карме. Но бхагаватхарма — это другое специфическое явление. Оно основано на нашем вкусе, вкусе, ни на разуме, ни на расчетах карме, ничего подобного. Это сукрити, ручи. Где бы я ни находился, я могу не быть бравим, я могу быть чандалом. Но, если я сумею обрести немного толику вкуса, Клилия Кришны Нарайана. И с помощью этого, если мы приходим в общество с адху и развиваем вкус, кем бы я ни был, в каком бы положении ни находился, я могу непосредственно идти, прямо идти к Господу. Любой. Млечха, шандал, любой. Кем бы он ни был, речь идет о вкусе, ручи, шрадхи, садху-санга. И с садху-санга он может идти к Бхайканту. Благодаря этому, он может непосредственно, такой человек, любой, идти к Господу. Если у него нет вкуса к Нарайне, он обречен на падение. Махапрабху, он спрашивает, чайтанья, 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 Раю Рамананда, каково наше местное значение, и как достичь наших целей. Рамананда начинает с концепции Варна Ашрама. С верой, должным образом, выполняя дух, предписываемый Бхарна Ашрамой, Бхарна Кшатре Бхашхи Шудра, выполняя свой соответствующий дух, человек может продвигаться, прогрессировать. Махапрабху Шри Чайтанья Дефа ответил, это поверхностно, иди глубже, глубже. Тогда Рамананда сказал, Кришну кармад пан садбра саддхо са. Какой бы долг мы ни выполняли, если мы имеем прямую связь, Варна Ашрама связана с Нарайной косвенным образом. Но, если человек непосредственно сознает и совершает свою карму ради Нарайны, сознает Нарайну, тогда его жизнь более успешна. Что бы ты ни делал, делай это для Него. Мы не поклонялись, будь то дурга, или в конце поклонения, мы берем воду в руки и предлагаем все последствия Кришне. Результаты пуджи, шрадха, любого обряда, ритуала церемонии предлагаются Кришне, центру. Мы должны сознательно делать это, это прямая связь. Так сказал Рамананда, эту идею высказал Рамананда. Махапрабху сказал, это также поверхностно, иди глубже. Тогда Рамананда предложил сарва-дхарман-карития-джа. Мы сарва-дхарман-карития-джа. Полное отречение от обязанностей полное отречение от обязанностей Тот долг, который уместен для тебя в настоящее время, оставь все виды долга и будь готов прийти к Богу. исключительным образом, исключительным образом, безраздельно отвергая все и все. Иди вперед к Богу. Сарва-дхарман-карития-джа. В Бхагаватах также сказано, сарва-дхарман-карития-джа-джа-джа-джа-джа-джа-джа-джа-джа-джа-джа. Обязанности предписаны мною в шастре, предназначены для различных стадий. Это конституциональный метод прогресса, но оставь их и прими революционный метод. Оставь все и приди ко мне, и я сдам тебе защиту. Гангадхар Балактилак в своем издании Бхагалагита заметил, выразил замечательным образом свои чувства. Он сказал, написал, в этой последней шлоке Господь раздает нектар на золотом блюде. Он написал таким образом. Где бы ты ни был, согласно твоей карме, это не имеет значения вовсе, но откуда из этого положения? Оставь все и прыгни, устремись к Кришне, обрубаясь все связи, карма, тьяга. Удивительно то, что Махапрабху сказал на это. Это также поверхностно. Ты принимаешь революционный путь, но ты еще ничего не обрел. ты рискуешь, чтобы обрести желанный результат. Это невозможно принять, потому что ты рискуешь и прыгаешь, и стремляешься к Кришне, но нет уверенности, что ты обретешь его. Это поверхностно, иди дальше. Это также поверхностно. Иди глубже. Открой истинный смысл. Тогда Раманавда сказал, я намишу раба Гакти. Брама Бхута, тот кто обрел такое положение, тот способен воспринимать себя не как часть этого бледного мира, но как частицу мира сознания, атмы, четан, частицы сознания, тот способен понять. И его сердце удовлетворено, что он не привязан к Кангхати. Он полностью создаёт эфемерность материальных реалий. И он не хочет ничего бренного. тогда он может обрести приятность себя. Это поверхностно, это также внешнее. Он стремится к истине, но он не обрел истину. Пока. Неуверенная, неопределенная позиция. Падение из этого положения, возможно, гьяна-мишра-дхакти. Тогда Рамананда сказал, гьян-шунна-бхакти-саддхо-сап, гьян-шунна-бхакти, гьян-шунна-бхакти-саддхо-сап, гьян-шунна-бхакти-саддхо-сап. Отсутствие расчёта соображений потери и приобретения. Он не знает, почему он чувствует вкус к служению Кришне на районе. Он не знает. Он не может понять. Не основано на соображении выгоды и потери. Но автоматическая тенденция стремления служить Кришне для Него это очень вкусно. Где бы он ни был, он может быть млечко или брамин или кто угодно, но если он способен увидеть в своём сердце некую беспричинную привязанность, влечение к Верховной Личности, Махапрабху сказал, да, да, это оно. Он может быть принят. Сейчас иди дальше. Иди глубже. До этого ты описывал, до этого момента ты описывал внешнее явление, я отвергал. Но гьян-шунна-бхакти, только здесь есть внутренний вкус, не расчёт, не югти, это хорошо, это плохо, разум. когда человек суден о хорошем и плохом. Всё это отвергается, но искра спонтанного влечения к центру, как Кришне, где, где бы мы не нашли ее, эту искру, блуждая в мироздании согласно своей карме, но где бы мы не нашли в любое время, если мы соприкасаемся с подлинным посредником, подлинным садху, очень малое количество ручи, вкуса, влечения, на него можно полагаться. Всё, что основано на расчете, не заслуживает доверия, на это нельзя полагаться. Долг в рамках Варнашрама, на него нельзя полагаться, уповать. Но сердечная тенденция, искренняя тенденция, это семя раги, любви и прама. На это мы можем уповать. Их и хай, ага кахова. Их и хай, гяньи праяся мудапасся, наман тево, живанти саннухаритан, bhavadīya-бхаттан, стханэ-стхиттан, сутрикатан, танувангану-хи, жир праяся-худрикаттан, паситтэ-стхиттан. Это был из Бхагаваттана, прама-хан был процитирован свидетельством Гьяна Праяся Мудапаси. Мои расчеты хорошего и плохого, оценка хорошего и плохого, ущербны. Поэтому я не должен уповать на свои собственные суждения. Мои суждения уязвимы, небезупречны. Независимо от суждений, если я могу обрести совершенно естественное явление, влечение, благосклонность с той стороны, бхакти, ниргуна, которая по природе своей ниргуна. Ниргуна означает, гуна — это саттва-раджа-тама. Это составляющая части мая, ложного понимания. Ложное понимание делится на три категории — глубокое невежество, и раджа — и саттва — ложное понимание, но не слишком глубокое, но в рамках заблуждения, в рамках май. Майя означает локальный интерес. Мы интерпретируем окружающий мир с точки зрения локального интереса, не с точки зрения вселенского универсального интереса. Гегель сказал, реальность должна быть для себя, должна быть сама по себе и для себя. Сама по себе, потому что он причинна самого себя. Если кто-то является причиной этого нечто, тогда это нечто не может быть реальностью. Реальность должна быть самосущей. А, другая характеристика — реальность для себя. Он существует ради своего собственного удовлетворения, не ради удовлетворения кого-то еще. Если его существование призвано удовлетворять кого-то другого, тогда он не занимает первостепенное положение, абсолютное положение. Если он существует для удовлетворения кого-то еще, он не может быть абсолютным. Поэтому реальность должна быть для себя, не может не быть для себя. Все предназначено для него. Все предназначено для него. Бхагавадгита сказал мне. Все предназначено для меня. Ты также предназначен для меня. Прийти к подобному пониманию — это чистая преданность. Он — единственная сторона, абсолют. Адвайагьяна — единая. А мы — суть его потенции различных типов. Мы предназначены для его лилы. Он совершает лилу. А мы вносим вклад в нее. Это универсальное видение целого. И ты должен прийти к такой гармонии. Без этого ты думаешь, ты имеешь некий отдельный интерес, частный интерес, личный интерес, интерес семьи, грубые или тонкие интересы деревни, интересы общества, интересы нации, страны. Но все это расширенный эгоизм, утонченный эгоизм. Каким бы великим он не был, он не является безграничным. Поэтому, лишь он истинного положения. Ничто меньшее, нежели целое, не может быть объектом наших стремлений. Все предназначено для удовлетворения, его удовлетворения. Мое удовлетворение — часть его удовлетворения. Его удовлетворение. Мы должны вносить вклад в него. Я его часть, и мое удовлетворение должно быть частью его удовлетворения. Таким образом. Тогда мы будем находиться в гармонии. В противном случае возникнет конфликт, столкновение, скажем, расширенный эгоизм, столкновение общества и общества, страны и страны, одной партии и другой партии, одного класса и другого класса. Всевозможные различия во мнении, частные, отдельные интересы — все это должно слиться с центром, влиться в центр. Все принадлежит ему. Наделенное такой точкой зрения, старайся идти вперед. Тогда ты обретешь гармоничную жизнь. Гьяны Преясо. Щенячьи мозги. Каковы мои мозги Нашмурумхараджи? Мелобыкновение говорит. Щенячьи мозги. Как оно мило обыкновение выражаться? Как своими щенячьими мозгами, насколько я могу понять природу безграничного? Да. Здесь идет обыскреннее откровение. Каково призвание дхармы? Ману говорит. что есть дхарма, что есть долг. А что это? Бигдадви. 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 Тот ученый, кто сведущ истинное откроение, богооткроенное знание. Незнание заимствовано, накоплено в этом мире, оно ложное. Оно лишено истинной стилы. Оно очень скудно искажено. Но то, что безграничное открывает в этом мире, тогда это истина. Богооткроенное Писание. в Бхагатане мы находим Удава, говорит Кришне. Почему под именем религии мы видим великое множество лжи? Никто не способен дать ясный ответ. Поэтому я спрашиваю тебя, мой владыка, пожалуйста. Кришна ответил. После растворения, когда вновь началось творение, я рассказал о религии Брамхе. Источником знания являюсь я. Вначале от меня оно пришло к Брамхе, творцу. А затем от Брамы оно пришло в этот мир. И что есть религия? Я сказал, субъектом религии являюсь я. Предметом религии являюсь я. Что есть религия? Я открыл, сказал, я есть все и все. Обретение связи со мной это и есть религия. Истина. Я истинное сознание. Я полнота, насыщение, сад читанандам. Дхарма это связь со мной, только лишь исключительно. И эту истину я впервые открыл Браме. От Брамы многие ученики в ученической приемственности получили эту истину. Но откуда возникло это разнообразие восхождение во взглядах от Брамы. А Брамы многие слышали эту истину от Брамы. Но, соответственно, их способностям восприятия, понимания Брамы не в том же стандарте. Истина была модифицирована их собственными предрассудками. Брама открывал некие истины, многие слышали, но согласно их способностям они могли понять эти истины. Затем они передавали эти истины своим собственным ученикам и возникли различия, расхождения. Хинической приемственности из поколения в поколение множество посредников, модификация. В начале истины была одна, она от меня пришла к Браме, но впоследствии она была модифицирована предрассудками тех, кто соприкасался с этим знанием. От одного к двум к трём и так далее. Множество посредников истина передавалась, была искажена, модифицирована. Поэтому в настоящее время мы видим в мире религии джунгли и до конкуренции. Противоречащие друг другу мнение, мы видим. Сейчас это джунгли. Одни подчеркивают одно, другие другое, третьи говорят о третьем явлении. Таким образом это джунгли, но в начале это было единое явление. Они апатичны к бременному. Но ваишнавы они не испытывают ни симпатии, ни апатии. Их волнует и заботит лишь их владыков и Господь. Эти саду не испытывают ни ненависти, ни привязанности. Подобные саду, то, что они культивируют, это дхарма. И третье условие, ядови на бху-гэто. То, что присутствует в сокровенной глубине сердца, подтверждает, да, внутреннее удовлетворение должно присутствовать. Я говорю об их дхарме, полнота удовлетворения. И то, что приходит сюда, в этот мир, имеет неизвимую, безупречную природу. Махапрабху сказал, когда определение бхакти Рупагасвами дали и также Нарада Пурани. Бхакти и преданность, что есть подлинная преданность? Упадхи винир-букто. Упадхи означает провинциализм, локализм, местный интерес. Свобода от всех искаженных, узких концепций любого измерения. Позитивное качество будет то, что это связь и вера в центр. Центр. Приводится в гармонию центральной потребностью, необходимостью. Они частичны. Частота нашего долга будет зависеть от того, насколько он предназначен для центра. И если мы способны соприкоснуться с этим измерением, тогда все наши чувства могут быть использованы в поклонении этому истинному владыке наших чувств. Мы не являемся владыками. Мы находимся в уязвимом положении, но абсолютное положение права собственности принадлежит только ему. Мы зависимы. Эта концепция принесет нам облегчение от страданий. Что есть бхакти, что есть преданность, подлинная преданность. Явление свободное от приходящих мимолетных желаний, обычных, неорганизованных, видов долга. Я делаю все, что мне вздумается. Основываясь на приходе, капризе, поиск временных удовольствий, а не облегчение. Затем карма. Энергия организовывается экспертами, чтобы привести нас к желанной цели – карма. Риши дают определенные советы. Делай то-то и то-то. Это хорошая карма. Конечно, это временное достижение. Ты обретешь небеса, рай. Ты будешь наслаждаться в ментальной системе. Но этому придет конец. Не имеет значения. Ты вновь будешь совершать хорошую карму. Ты будешь продолжать совершать хорошую карму. Когда она закончится, исчерпает себя. Не имеет значения. Продолжай заниматься этим. Продолжай. Это карма. Хорошая карма. Хорошая карма подразумевает. Карма подразумевает, как я говорил, раздавать чувственное наслаждение другим, исполняет чувственные потребности других. Если я ем что-то, я даю пищу другим, делюсь с ними. Я совершаю благую карму, хорошую. В качестве реакции я получаю соответствующий результат в следующей жизни. А все, что я даю здесь, ко мне возвращается в следующей жизни. Но все это временно. Все это относительно. Поэтому нежеланно. Карма гьяна аддхана. И гьян... Гьяни советуют полностью отречься, отказаться от нынешнего окружения. Мы не можем быть в безопасности здесь, как сказал Шанкарачарья. И джи сам шари спуратара-доса, пасаби-ям-хана-гата-басам-тоса. Дина джами-нам, фисиро-басам-там-ханурай-ято. Калак-крирати-гат-сеттай-и-тадапе-ням-мутчеттай. Асту-курай-джала-саттас-муддя. Банха-пурам-карад-дина-карад-уддя. Маттам-нахам-найам-тасаби-ки-маттам-карад. Это связь с бренным миром. Если мы трезво поразместны, то мы поймем, что эти нежелательные факторы невозможно избежать в этом бренном мире. Поэтому последователи Школы Шанкара советуют спасение, освобождение. Освобождение. Когда мы не находимся в связи с этими бренными смертными реалиями, тогда возможен высочайший мир ума, покой ума, умиротворенность. Свобода от сына, детей, дома. Если мы расстаемся с ними, то мы испытываем боль. Или со страной расстаемся, мы испытываем боль. Нет покоя, нет мира. Идеальный мир, покой, умиротворенность, могут быть достигнуты только в состоянии ума, которое подобно глубокому сну, самадхи. Полная отстраненность от этого смертного мира. Два класса, две категории. Школа буддизма и школа Шанкара. Буддисты говорят, и также школа Чарваки. Нечто специфическое. Они утверждают, последователи Чарваки, что с уничтожением материального тела ничего не остается. Грубо атеисты утверждают так. Телу наступает конец, оно сжигается дотла, и ничего не остается. Никакая религия не нужна. Но буддисты утверждают, нет, существует ментальная система. То, что мы называем душой, они называют ментальной системой. После смерти происходит перевоплощение, трансмиграция. Но ментальная система. А с растворением ментальной системы ничего не остается. Но Шанкара утверждает, с растворением ментального тела Нечто остается. Подобно массе сознания, брама, не дифференцированное, не наделенное качествами, нечто присутствует. Подобно тому, как в воде что-то отражается. И все эти души, они нереальны. Они, суть отражения этой недифференцированной массы сознания. Это тонкое тело, ментальная система. Возникает отражение, но это нечто нереальное. Атма нереальна, индивидуальна. Дживатма, суть, есть всего лишь отражение. Когда отражение уничтожается, то ничего не остается. Не остается Дживатма, только брама. Шанкара говорит, а кроры книг, то есть сотни миллионов книг, в них объясняется истина, истина объясняется. Но я, говорит он, всего лишь половины шлоки, половины стиха, я передаю самую суть всех этих писаний. Кроры, то есть миллионы книг, то, что в них сказано, было сказано. Я передаю истину, суть этих истин, половины стиха, всего лишь половины стиха. И какова же эта истина? Недифференцированная масса сознания, брамха. В Бхагадгите сказано, ахарам, брама парамам, неизменная, неизменная, не подверженная изменениям сознания. Только оно существует. Больше ничего другого не существует. Все это ложное представление, существование чего-то помимо этой массы сознания. Так утверждает Шанкара. Он не признает индивидуальную душу, бытие индивидуальной души. Но мы находим, мы видим, Рамануджа, Нибарка, Вишну Свами, эти ваишнава-ачарьи опровергают Шанкару. Махапрабуд также опровергал Шанкару. Он пришел в обличии ведического ачарьи, чтобы низвергнуть буддийскую школу. Буддисты, в суть, атеисты. Их не интересует ведическое знание. Шанкара принимал веды, но он интерпретировал веды таким образом, что он дал, было сказано выше. Он был буддистом в обличии ведического ачарьи. И Бхага и Бхага и Бхага, джива вечно. Мы видим. Шанкара не признает реальности вечное существование дживы души, подобно земле и пыле, солнцу и лучам. пыль сознания. Пыль сознания, солнечные лучи, частицы солнечных лучей есть. Джива существует. Рамануджа отверг интерпретации шанкары, но отверг его категорически. Это майя-вада. Майя-вада. Это майя с их точки зрения, с точки зрения шанкары. Выше майя, только нир вишеша, не дифференцированная масса сознания. Это майя-вада. И с точки зрения шанкары, концепция Бога и все остальное, все другие реалии, духовные реалии, суть майя. Поэтому вайшнавы отвергают шанкарачарью, как майя-ваде. Последствия шанкары говорят, можно поклоняться Ганеше, солнцу, Шиве, Дургия, Ками, Вишну. Все это майя. Все эти формы иллюзорны, магические формы. В конечном счете, все это суть брамха. Они дифференцированы, лишенные качеств массы сознания. Это шанкары. Но Рамануджа говорит, это вышеописано Кивала Адвита. Рамануджа дал Вишишта Адвиту. Брамха наделен качествами. Мы говорим, если огонь отражается в зеркале или солнце отражается в зеркале, и зеркало разбивается на кусочки, то нет отражения. Нет отражения. Рамануджа говорит, нет. Это часть брамханы. И эта частица брамхана оказалась в заблуждении. Вишишта Адвита. Не, не дифференцированное, но дифференцированное, надеванное качествами сознания. Вишишта Адвита. Не, не дифференцированное Адвайта. Адвайта, Адвая. Да, он единый. Три вида различий присутствуют. Как дерево, подобно дереву. Дерево и камень. Дерево и другое дерево. Другой вид различий. Дерево и его ствол, ветви, листья, корни. Сагатавит. Адвая гьяна обладает всеми этими различиями в себе. Вишишта Адвита. Он и его потенция присутствуют. Потенция майя присутствует. Шанкара говорит, майя его потенция, но ей приходит конец. Но мы считаем, что майя, нитя, вечный. Он и его энергия, его потенция. Все это вечно. В Чанди также мы встречаем. Следующее утверждение. Майя, нитя, вечно, сказано в Чанди. Джива, нитя, бхагаван, нитя. И вся эта система в Бхагавад-гите мы видим. Докхарам, бхамхапараму, Сарабуд, Бхапу, Чати, Бхута Бхабуд, Бхабакара, Рисаргас, Кишам-гита, Бхута Бхабуд, Бхабакара, Рисар-бхагавад-гита. Что это анализируется в Бхагавад-гита? Два вида творения присутствуют. Акхара и Кхара. То, что подвержено изменению, и то, что потерпевает изменения, Кхара. И то, что постоянно неизменна, Акхара. Я превосхожу и то, и другое, говорит Кришна. И то, что подвержено изменениям, И то, что неизменна, Вечная часть. Два вида категории потенции. Я выше их обеих. Я Пурушоттама. Я Пурушоттама. Мы видим Брахмаха. Я частица Брахмаха. Я личность. И океан сознания. Он имперсонален. Как это может быть? Он без личности. Как это может быть? Я частица. У меня есть индивидуальная природа. А великий Брахмаха, Дух лишён индивидуальности. Когда мы можем видеть, Саттям Ви Сиддхам Бхазадева Шабдитам Дракхи Ятвапумана Пабритха. Ядви Яте Татвапумана Пабритха. Сатти Киташмим Бхагаван Бхасадеву Ябхак Садюме Манусаби Дхи Яте. Махадев говорит, когда Пцати спросила, почему ты не выразил почтение моему отцу? Мой отец — объект поклонения для тебя. Ты его взял. Ты должен кланяться ему. На что Шива ответил? Шива были приглашены, все были приглашены, и Шива не был приглашен. Ядви происходило. Наслаждались приглашением, но Шива и Сати были исключены из числа приглашенных. И Сати сказала Шиве Махадеву, спросила, это результат того, что ты не выразил почтение моему отцу. Почему ты не сделал этого? Ты должен был выразить ему почтение? Тогда Шива ответил. Деви, Деви, знаешь ли ты? Вишудха саттва известна как Васудева. Васудева, Отец Кришны, что это в действительности такое с синтологической точки зрения? Саттям Вишуддхан. Тамураджо саттва, и затем Вишудха саттва. Вишудха саттва. Саттва в очень тонком исключительном положении. Вишудха саттва. И это нечто, эта субстанция известна как Васудева. Мы видим личность измерения Васудева. Пуруша — наслаждающийся. Пуруша — это Пуруша. Тот, кто живет внутри, пребывает внутри как наслаждающийся и собственник, владелец Всевосущего. Моя голова, говорит Господь Шива, всегда склонена от его стопа. Я не могу поклоняться кому бы то ни было другому. Это невозможно для меня. Сати. Я, буквально, он говорит, как бродал мою голову. Я всегда связан с этой высшей субстанцией, высшей степени чарующей и привлекательной. Я не могу отвлечь свое внимание и поклоняться кому бы то ни было другому. Поэтому я поступил соответствующим образом. Я не выразил почтение Дакши, Махараджи Дакши. Выше этого Я частица Брахмы, Я личность. Он океан знаний, он без личности? Нет. Если мы посмотрим на его природу более пристальным образом, мы можем сказать, о, он личность. Это не Брахма, это Пара-Брахма. Это Васудева. В другом месте Бхагадгите сказано, я являюсь оплотом так называемого Брахмана, я поддерживаю его, я являюсь его причиной, источником, основанием этого Брахма. Я стою за ним. Я стою за этими реалями. Рамануджи и другие Вайшлавские Ачарьи утверждают то, что Шанкара дамы концепция это смутное, туманное, неясное, несовершенное представление. Выше Брахма есть Пара-Брахма, который обладает личностной природой. Он личность, он для себя. И Гегель сказал, все предназначено для него, мы должны служить ему. Сейчас мы находимся в мире эксплуатации, мы не можем существовать, едины секунды прожить, не эксплуатируя. Бхагаватам говорит, Те, у кого есть руки, едят, поедают тех, у кого нет рук. Те, у кого есть ноги, поедают тех, у кого нет ног. Более сильные пожирают более слабых. Одна джива поживает за счет того, что пожирает, съедает другую дживу. Будь то животное или растение, не поглощая, не причиняя вред другим дживам, ни одна джива не может поддерживать свое существование в этом мире. И возникает реакция, равная по силе противодействия. Некоторые говорят, карма означает вредить, причинять беспокойство окружающему миру и пожинать соответствующие плоды. Эксплуатация, эксплуатируя, эксплуатируя, мы впадаем в долги, мы делаем заем, и мы должны выплатить этот долг. В результате этого мы вынуждены опуститься. Те, у кого мы взяли взаймы, они берут у нас впоследствии. Мы расплачиваемся, мы поднимаемся, но затем мы вновь берем взаймы в долг и вновь опускаемся. И так происходит бесконечно. мы должны выбраться из этого порочного круга. Поэтому, искатели спасения говорят, мы живем за счет других, возникают реакции, мы опускаемся, падаем. карма, таким образом. И гьяна может вывести нас за пределы этого. Эксплуатация, карма и полная отстраненность от эксплуатации. И это состояние бытия подобное глубокому сну без сновидений. Полная отстраненность. Сон без сновидений. Сон без сновидений. Это самадхи. Если мы пробуждаемся, то мы соприкасаемся с относительными реалиями этого мира. Вечный сон. Это мукти. Полная отстраненность от земли эксплуатации. И затем нам говорят научным образом, что мы можем подняться выше. Как? Эта эксплуатация. Другое более высокое измерение. Измерение жертвенности, преданности. Здесь мы, владыки. Здесь. Мы, владыки. Мы хотим собирать все для своего наслаждения. Но там, после того, как мы полностью отстранены от мира эксплуатации, если мы сумеем вступить на ту землю, то мы будем служить. Будем частицами служения. Все там, на этой более высокой земле, обладает возвышенной, высокой природой. И служая этой земле, мы сумеем жить. Паспорт это мукти, а затем необходимая виза, виза на ту землю. И виза будет дана нам только в том случае, если мы готовы служить интересам той земли. Если мы хотим вкладывать что-то в интересы той земли, тогда нам дадут визу. в противном случае нет. Таким образом, мы должны получить визу от того измерения. И мы будем служить интересам того измерения. Это вайкундха. Джива может ступить на эту землю только в том случае, если она готова служить. И нам говорят, что наша врожденная тенденция это тенденция жертвенности. А эксплуатация это внешние упадги. А внутренняя сущность внутренняя сущность это функция поток несущий к центру. Центростремительный поток направлен к центру. Это преданность. Это вайкундха. На вайкундхе присутствует некий расчет блага или потери. Если я смогу совершать такое служение верховному существу, то я могу. Но более высокое измерение Гулока Вриндавана там служение имеет спонтанный характер. Земля любви. Мотив. Любовь. Никакой расчет. Расчеты отсутствуют. Расчет индивидуальных потерь и приобретений отсутствует. Автоматическая, спонтанная любовь. Любовь. Какое бы служение бы ни совершали, мы получаем вознаграждение. Каково оно? Это увеличение тенденции служить. Мы вкладываем деньги в банк, и капитал возрастает постоянно. Такова природа према. Вознаграждением является увеличение према. court. Владыка любви. Владыка любви. Владыка любви. Знание Протягха парокко Апарокко Адхуксха Адхукша 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 Адхукшха Адхукшха There are Протягха labs Its own Zen славы уп8 Life Вы Bring us которые мы получаем посредством собственного опыта. Парукша Знание, полученное из опыта других. Я не видел нечто своими глазами, но другие говорят, так-то и так, я верю в это. Они являются источником знания. Я принимаю его. Парукша. Чувствован опыт других людей. Затем Апарукша. Апарукша принимается гьяни, особенно гьяни, шанкары и другими. Они говорят, сказано в Упанишадах, в состоянии сна без сновидений. Когда человек пробуждается, он говорит, я спал очень крепко, я очень доволен. Некое чувство присутствовало в этом сне без сновидений. Некая концепция присутствовала. Когда я возвращаюсь к бодрствованию, я говорю, что я очень счастливо спал. Я не могу выразить, что это было, но что-то было, некий опыт. Глубокий сон. Глубокий сон, приносящий свободу от усталости. Своего рода знания присутствуют там, в этом состоянии. Рамануджа и другие вайшнавы утверждают, что следующая стадия знания – это Адхокша-джа. Адхокша-джа означает трансцендентное знание. Что это? Наши чувства наиболее важны. Если я утрачиваю чувства, зрение, слух и так далее, связание, тогда мир перестает быть. Только с помощью чувств я могу понимать, и мир имеет с ним связь. Чувства более важны, нежели сам мир, окружающий мир. Ментальная сфера более тонкая, более важная, поскольку… Иногда мы кого-то не замечаем, мы говорим «Ой, я не заметил его». Кто-то позвал меня, я не мог услышать. Чувства работают, но восприемником является ум, приемником. Что такое ум? Какова его природа? Я хочу это, я не хочу то. Это способность, функция зовется умом в нас. Я хочу этого, я хочу того. Я не хочу это, я не хочу то. Это ум. Я хочу это. Я хочу это. Я хочу это. Но разум говорит, нет. Способность суждения выше, способна контролировать побуждение ума. Мир опыта, ум, разум, и выше этого есть нечто. Что это? Искра. Способность рассуждать становится возможной только когда есть свет. Если света нет, тогда разум не способен функционировать, ум не способен функционировать, и чувства не работают. И эта искра есть Атма, и Атма скрыта. Она скрыта, скажем, ночью тучи закрывают Луну. Но сами тучи можно видеть благодаря свету Луны только. Только благодаря свету Атмы ментальная система может работать. Ментальная система покрывает, скрывает эту Атму, но Атма присутствует. На другой стороне присутствует Параматма. Мы являемся субъектами, и это мир нашего опыта. Мы можем знать их. Но есть высший субъект Атхок Шаджа, трансцендентная субстанция, Параматма. Параматма способна установить с нами связь, но мы не можем установить связь с Параматмой по своей воле. Вы понимаете? Параматма и Вайкунха и другие измерения. Мы в качестве субъектов не можем знать их. Но они являются субъектами, мы являемся их объектами. Если они приходят на мой уровень, чтобы я мог почувствовать их, тогда я могу обрести некий опыт, почувствовать, что нечто пришло ко мне. Нечто удивительное, высшее знание, опыт высшего порядка. Что это? Нечто удивительное, очень удивительное. Очень тонкое. Сознание – наиболее тонкое явление. В этом мире есть высшее сознание, еще более тонкое. И это высшее сознание способно опуститься до моего уровня, к моей душе. Но моя душа, по своей сладостной воле, не может соприкоснуться и подняться до этого осложнения. Таким образом, это трансцендентное, супраментальное бытие. Супраментальное, согласно Гегле. Адхокшаджа, согласно Бхагаватам. Любой опыт, очень тонкое, очень тонкое начало. Его мы можем достичь только по Его воле. В этом измерении. Вода, земля, все, все элементы. Все присутствует, но все состоит из сознания, духовной субстанции, не этой бренной субстанции. Атма, наша душа, аджина, аджина атма, способна ступить на ту землю. И эта область полностью сознательно состоит из сознания. Все сделано из Духа, состоит из Духа, Вайкундха, Голока, высшее измерение Вайкундха. Вайкундха, Высшее измерение Вайкундха. Тришна говорит Бхагаватам, градация среди преданных. Мой самый любимый не Брахма, не даже Шанкара, не даже Мой брат Баладев, мой любимый Нашри, не моя собственная потенция Лакшми Деви, не столь дорога мне. Натма, даже я сам не столь дорог себе, как ты, мой преданный Уддава. Ты дорог мне более, чем моя собственная жизнь. Мои преданные, не говоря уже о других, ни Брахма, ни Шанкара, Махадев, ни Санкаршан, ни Лакшми Деви, ни я сам не столь дороги мне, как ты. И этот Уддава, когда он приезжает из Вриндавана, он говорит, посланный туда Кришной посетить Вриндаван. Кришна просит его успокоить их. Они, он говорит, испытывают боль и разлуки со мной, страдают очень сильно. Поговори с ними обо мне и успокой их, утеши их. Уддава посещает Нанду, Яшоду и других. Когда он возвращается, он говорит, Какую божественную любовь я увидел в этих гопи, насколько безраздельна их преданность к служению Кришне. Я изумляюсь, думаю об этом. И я стремлюсь, если бы я сумел родиться травинкой на земле Вриндавана, то пыль своих стоп могла бы покрывать меня. Такая великая, божественная любовь, такую любовь я смог найти там, ее невозможно найти ни в каком другом месте, нигде больше. Сам Кришна замечает, что Ты, Уддава, лучший из преданных. Ты более дорог мне, чем я сам. И этот Уддава говорит в изумлении и восхищении о гопи. Махапрабху говорил согласно Бхагаватам, это наша цель. Бхагаван стать пылью столб гопи, подобно Уддаве мы должны стремиться к этому. Царство любви. Царство любви, божественности выше царства сознания, гьяны. Мы обычно в целом думаем, что нет ничего выше справедливости. Справедливость должна быть высшим решением. Но то, что выше справедливости, это ложно. Но выше справедливости есть милость. Милость может быть выше справедливости. Земля нежности, земля любви. Выше справедливости. Выше справедливости за пределами. Справедливость вплоть до Вайкунхи. Справедливость – закон. Справедливость нужна там, где есть многие, где есть демократия. Но там, где есть самодержавие, там не нужна справедливость. Его воля есть все и вся. И Он – источник всей любви и всей нежности. На коленях, материнских коленях, у ребенка не возникают вопроса о справедливости. Когда он сидит на коленях матери, автоматическая любовь, спонтанная любовь помогает ребенку.